Приветствую вас на канале Мэри По. Здесь вы найдете увлекательные рассказы о мире животных. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир животных. Это именно так выглядит официальная представительница русалок морей и океанов, которая также является единственным современным представителем отряда сирен. Она известна под названием Дюгонь. Слово происходит от малайского и означает «морская дева». Некоторые исследователи убеждены, что именно Дюгони стали прототипом мифических сирен и сказочных русалок, несмотря на то, что в сущности эти симпатяги обычные коровы, только пасущиеся на морских лугах. Можно сказать, образцовые вегетарианцы нашего времени, хотя по их аппетитным формам и не скажешь. Любопытно, что Жюль Верн упоминал Дюгоний по крайней мере в трех своих вещах. В таинственном острове, 20 тысяч лье под водой и в самом первом романе «Пять недель на воздушном шаре», где герои сталкиваются с Дюгонем в озере Чад. Вы когда-нибудь слышали о загадочных существах, называемых сиренами? Эти травоядные млекопитающие, в состав которых входит всего четыре представителя, проживают в воде и питаются водорослями и морской травой, обитая в мелкой прибрежной зоне. Они обладают массивным цилиндрическим телом, толстой и складчатой кожей, сильно напоминающей кожу теленей. Однако, в отличие от последних, сирены не могут передвигаться по суше из-за того, что в ходе эволюции их лапы полностью превратились в плавники, а задних конечностей и спинных плавников нет. Дюгони – это водные млекопитающие, которые обитают в пресных и соленых водах тропических и субтропических регионов. Их можно встретить в реках, озерах, бухтах и заливах, а также в морях и океанах. Они живут на мелководье. Дюгони питаются преимущественно морскими травами. Недавние исследования показали, что они предпочитают виды с высоким содержанием азота и низким содержанием клетчатки. Как оказалось, дюгони крайне тяжело переносят неволю. Судя по всему, этим существам совершенно необходимо свободное личное пространство, хотя по сути они совершенно социальны. Могут существовать как в парах и маленьких группах, так и в больших стадах. К примеру, в начале 20 века огромное стадо дюгоний обосновалось на подводной территории в 13 квадратных километров недалеко от побережья австралийского Брисбена. Живут дюгони преимущественно оседло, однако в случае необходимости способны перемещаться на сотни тысяч километров в поисках подходящих условий жизни, комфортных температуры и уровня воды, а также изобилия пищи. Дюгонь – самый мелкий представитель семейства сирен. Длина ее тела не превышает 4 метра, а вес – 600 килограмм. Самцы вырастают крупнее самок. Ископаемые останки дюгоний датируются 50 миллионов лет назад. Тогда эти животные еще имели 4 конечности и могли передвигаться по суше, но большую часть своей жизни все равно проводили в воде. Дюгоний самцов легко отличить по бивням клыкам. Это два зуба резца, которые появляются во взрослом возрасте. Что характерно, именно этими бивнями дюгонии самцы бьются за своих сирен. При обычном раскладе дюгони молчаливы и скромны, однако возбужденные и напуганные морские девы издают резкий свист, а между собой общаются с помощью писка и визга, как истинные сирены. Пловцы из дюгоний неважные, они передвигаются вблизи дна, очень осторожно и медленно, поедая растительность. На полях морские коровы не только щиплют траву, но и поднимают донный грунт и песок своей мордой, выискивая сочные корешки. Для этих целей пасть дюгоний и язык мозолистые, которые помогают им в пережевывании пищи. У взрослых особей верхние зубы вырастают в короткие бивни до 7 см в длину. С их помощью животные выкорчевывают траву, оставляя на дне характерные борозды, по которым можно определить, что здесь паслась морская корова. У дюгоний, как и у многих других животных, есть свои естественные враги. Одним из главных врагов дюгоний являются крупные хищники, такие как крокодилы и тигры. Они могут нападать на дюгоний, когда тот плавает в прибрежной зоне или находится на берегу реки или озера. Кроме того, дюгоний могут стать жертвой акул, китов, больших рыб и даже крупных кальмаров. Однако у дюгоний есть некоторые механизмы защиты. Например, они могут быстро плавать и увернуться от опасности. Также у них хорошо развит слух и чувство обоняния, что позволяет им рано заметить приближение врага. Дюгони достигают половой зрелости в возрасте 10 лет, размножаются круглый год, привлекая внимание друг друга звуками и движениями. После акта спаривания самка беременеет и через 12 месяцев рожает одного детеныша длиной около метра и весом всего в 15 килограмм. Новорожденный питается материнским молоком и остается с матерью несколько лет, пока не научится искать пищу самостоятельно. Живут эти невероятные существа аж до 70 лет. Человек с древних времен охотился на дюгоний. Еще во времена неолита на стенах первобытных людей встречаются наскальные рисунки морских коров. Во все времена на животных охотились за жир и мясо, по вкусу напоминающие привычную телятину. Кости морской коровы иногда использовали для изготовления фигурок, напоминающих подделки из слоновой кости. Бесконтрольное истребление дюгоний, а также деградация окружающей среды привлекло к почти полному сокращению численности дюгоний по всему миру. Так, с середины 20 века численность животных в одной только Северной Австралии сократилась с 72 тысяч голов до 4, а эта часть Индийского океана является самой благоприятной для жизни морских коров. В настоящее время дюгоний занесены в Международную Красную книгу, запрещенных вылов, а добыча разрешена только местным аборигенным племенам. В средние века дюгоний представляли для недалекой публики в виде морских русалок. В Японии на острове Фиджа морских коров вылавливали для специальных аквариумов, в которых людям предлагалось посмотреть на якобы случайно выловленных русалок. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, что информация была полезной и интересной для вас. Если вы хотите продолжать получать удовольствие от увлекательных рассказов о мире животных, то не забудьте подписаться на канал и жмякнуть лайк этому видео. Буду рада видеть вас в следующих роликах. Берегите природу и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok